За этим столом собрались волонтёры Ингушетии, перед которыми в ближайшие полтора месяца стоит важная задача – привлечь как можно больше голосующих для благоустройства. Когда я скидываю материалы, эти материалы нужно именно сразу же, достоверно, полностью прочитать, запомнить, обработать и уже использовать в работе. Команде из 80 человек необходимо индивидуально каждый день набирать показатель в 20 голосов до окончания голосования. 53 территории, из которых любой гражданин, достигший 14 лет, может выбрать одну для благоустройства в первоочерёдном порядке. Сделать это можно в пару кликов. Необходимо зайти в любой браузер, набрать в поисковой строке «Загородсреда.ру», выбрать муниципальный район, в котором он проживает, и оставить свой голос. Проконсультировать по этому поводу также входит в обязанности волонтёров. Люди преклонного возраста не могут через госуслуги зайти или же проголосовать за такой объект. И в этом плане волонтёры, мы помогаем таким людям проголосовать. Это легко и удобно. А как? Ну, это по приложению «Волонтёры комфортной городской среды», подходите к волонтёре и говорите нам на телефон и так далее. А тут, как я уже ранее говорил. Нацпроект «Формирование комфортной городской среды» – это благоустроенные улицы, безопасные площадки, красивые и удобные пространства. Начиная с сегодняшнего дня, волонтёрский штаб будет выбирать перечень объектов, которые необходимо посещать ежедневно и проводить там профилактическую работу. Для того, чтобы достигнули показатель от правительства Республики Ингушетия, от Министерства Ингушетии, проводится вся необходимая работа. Также со всеми органами госвласти получена договоренность, чтобы они беспропятственно допускали к себе волонтёров, которые смогут собрать голоса. Это соцобъекты школы, садики, дома культуры, разные министерства и объекты здравоохранения. Хотел бы, чтобы наши граждане при реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой проводится данный рейтинг в Белосновании, приняли активное участие и выбрали те территории, которые считаются наиболее необходимыми для благоустройства в 2024 году, так как благоустройство этих территорий зависит непосредственно от выбора наших граждан. Голосование будет проходить от 15 апреля по 31 мая. За несколько дней от неравнодушных к своей республике жителей уже собрано более 150 голосов. Мадина Цора, Асха Белокиев, Новости 24.